Сегодня мы с вами рассмотрим вопросы проектирования реализационных баз данных. Проектирование будем рассматривать с помощью принципов нормализации. Любой программный продукт, в том числе и базы данных, проходит определенные этапы жизненного цикла. Для баз данных это проектирование базы данных, далее идет проектирование приложения, реализация баз данных, разработка специальных средств администрирования базы данных, эксплуатация базы данных. На самом деле эта схема упрощенная. Мы знаем, что любой жизненный цикл – это спираль. То есть мы разработали один программный продукт, начали эксплуатировать, выпустили альфа-версию, выявили ошибки, исправили, доработали, опять проектировали, опять реализовывали, опять эксплуатировали и так далее, пока наш продукт нам необходим. Сегодня мы остановимся на проектировании базы данных, только на самом первом этапе. При проектировании базы данных, сам процесс проектирования базы данных, представляет собой последовательность переходов от неформального словесного описания информационной структуры предметной области формализованному описанию объектов предметной области в терминах некоторой модели. В общем случае, можно выделить следующие этапы проектирования. Первый этап – системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной области. Второй этап – проектирование инфологической модели предметной области, то есть частично формализованное описание объектов предметной области в терминах некоторой семантической модели, например, в терминах ER-модели. Гатологическое или логическое проектирование базы данных, то есть описание базы данных в терминах принятой гатологической модели данных. Четвертый этап – физическое проектирование базы данных, то есть выбор эффективного размещения базы данных на внешних носителях для обеспечения наиболее эффективной работы приложения. Между вторым и третьим этапами, между инфологическим и датологическим проектированием, есть этап выбора с УБД. То есть процесс проектирования базы данных можно представить последовательностью, которую вы видите на экране. Если мы рассмотрим первый этап, системный анализ предметной области, это подробное описание, словесное описание объектов предметной области и реальных связей, которые присутствуют между описываемыми объектами. В общем случае, выделяют два подхода к выбору состава и структуры предметной области. Это функциональный подход и предметный подход. Функциональный подход реализует принцип движения от задач. Применяется тогда, когда заранее известны функции некоторой группы лиц и комплексов задач для обслуживания информационных потребностей, в которых создается рассматриваемая база данных. В этом случае можно четко выделить минимальный необходимый набор объектов предметной области, которые должны быть описаны. Второй подход – это предметный подход. Предметный подход – это когда информационные потребности будущих пользователей базы данных жестко не фиксируются. Они могут быть многоаспектными и весьма динамичными. То есть мы не можем точно выделить минимальный набор объектов предметной области, которые необходимо описывать. В описании предметной области в этом случае включаются такие объекты и взаимосвязи, которые наиболее характерны и наиболее существенны для такой модели. База данных, конструируемая при этом, называется предметной. То есть она может быть использована при решении множества разнообразных заранее неопределенных задач. Конструирование предметной базы данных в некотором смысле кажется гораздо более заманчивым, однако трудоемкость охвата предметной области с невозможностью конкретизации потребностей пользователей может привести к избыточно сложной схеме базы данных. Для конкретных задач она может быть неэффективна. Чаще всего на практике рекомендуется использовать некоторые компромиссные варианты между функциональным подходом и предметным подходом. Системный анализ должен заканчиваться подробным описанием информации об объектах в предметной области, которая должна храниться в базе данных. Здесь могут быть формулировка конкретных задач, которые будут решаться с использованием данной базы данных, с кратким описанием алгоритмов решения, описание выходных документов, которые должны генерироваться в системе, описание входных документов, которые служат основанием для заполнения данными в базу данных. Инфологическую модель мы рассмотрим на следующем занятии. Сейчас остановимся на датологическом этапе. В результате выполнения датологического этапа проектирования должны быть получены следующие результирующие документы. Это Описание концептуальной схемы базы данных в терминах, выбранной с УБД. Описание внешних моделей в терминах, выбранной с УБД. Описание декларативных правил поддержки целостности базы данных. Разработка процедур поддержки семантической целостности базы данных. Остановимся на некоторых определениях. Корректно и назовем схему базы данных, в которой отсутствует нежелательной зависимости между атрибутами отношений. Процесс разработки корректной схемы реляционной базы данных называется логическим проектированием. Проектирование схемы базы данных может быть выполнено двумя путями. Путем декомпозиции, то есть разбиения исходного множества отношений на другим множеством отношений. Число при этом новых множеств возрастает, и эти новые множества являются проекциями исходных отношений. То есть, если совсем простыми словами говорить, у вас была одна таблица, которая содержала много столбцов. Вы ее разбили на две, на три таблицы. Таблиц стало больше, но в каждой таблице количество столбцов стало меньше. И второй путь — это путь синтеза. То есть, наоборот, путем компоновки из заданных исходных элементарных зависимостей между объектами предметной области схемы базы данных. Процесс проектирования с использованием декомпозиции, а мы будем именно этот этап рассматривать, этот вид, представляет собой процесс последовательной нормализации схем отношений, при этом каждая последующая итерация соответствует нормальной форме более высокого уровня и обладает лучшими свойствами по сравнению с предыдущей. В каждой нормальной форме соответствует некоторый определенный набор ограничений и отношение находится в некоторой нормальной форме, если удовлетворяет свойственному ей набору ограничений. Различают шесть видов нормальных форм. Это первая нормальная форма, вторая нормальная форма, третья нормальная форма, нормальная форма бойца хода, четвертая нормальная форма и пятая нормальная форма. Ее еще называют формой проекции соединений. Последовательность этих форм у вас также на экране. Основные свойства нормальных форм. Каждая следующая нормальная форма в некотором смысле улучшает свойства предыдущей. При переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих нормальных форм сохраняются. В основе классического процесса проектирования лежит последовательность переходов от предыдущей нормальной формы к последующей. Однако в процессе декомпозиции мы можем столкнуться с проблемой обратимости, то есть возможности восстановления исходной схемы. Значит, декомпозиция должна сохранять эквивалентность схем баз данных при замене одной схемы на другую. Схемы баз данных называются эквивалентными, если содержание исходной базы данных может быть получено путем естественного соединения отношений, входящих в результирующую схему. И при этом не появляется новых картежей в исходной базе данных. Функциональной зависимостью набора атрибутов B отношения A от набора атрибутов A того же отношения обозначают, на экране вы видите, или в более коротком виде, когда убирают отношения, называется такое отношение проекции, при котором в каждый момент времени любому элементу проекции A отношения R соответствует только один элемент проекции B отношения R, входящий вместе с ним в какой-либо картеж отношения R. Функциональная зависимость считается B функционально зависит от A. И эта зависимость называется полной, если набор атрибутов B функционально зависит от A и не зависит функционально от любого подмножества A. Функциональная зависимость B от A называется транзитивной, если существует набор атрибутов C такой, что C не является подмножеством A, C не включает в себя B, существует функциональная зависимость C от A и не существует функциональной зависимости A от C, но существует функциональная зависимость B от C. Существуют аксиомы функциональной зависимости, это аксиомы рефлексивности, дополнения и транзитивности. Аксиомы на экране вы видите. На экране вы также видите определение нормальных форм. На этом экране 4 определения и на следующем еще 2 определения именно нормальной формы. Эти определения мы сейчас разберем на примере. Первая нормальная форма. Например, у преподавателя и дня недели находится не один атрибут, не одно значение атрибута, а состав, составной атрибут. Для того, чтобы это отношение перешло в первую нормальную форму, мы должны просто разбить на элементарные ячейки. Вот то, что вы сейчас видите на экране, вот этот вид, это называется отношение в первой нормальной форме. Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно находится в первой нормальной форме и не содержит ни полных функциональных зависимостей, ни первичных атрибутов от атрибутов первичного ключа. Например, отношение сессия, то есть структура, ситуация, когда студенты сдают сессию, получают оценки и структура этого отношения может иметь вид фамилия студента, номер студента, группа, в которой он учится, дисциплина, которую он сдал и оценка, которую он получил по этой дисциплине. Данное отношение находится в первой нормальной форме, то есть мы можем построить таблицу, где в каждой ячейке будет храниться минимальная информация. Но здесь следует обратить вот на что. Житом я выделила возможные первичные ключи. Номер студента однозначно не определит его оценку, то есть номер студента может однозначно определить фамилию студента, номер студента определит группу, в которой он учится, но он не определит оценку, так как студент сдает несколько дисциплин. И непонятно будет, вот эта оценка, к какой дисциплине относится. И также не определит номер студента дисциплину, какое именно мы сейчас рассматриваем. То есть для того, чтобы однозначно можно было определить каждый картеж или каждую запись, нам необходим первичный ключ, который будет состоять из двух атрибутов. ID номер студента и дисциплина. Тогда мы точно будем знать, какая у него оценка. Здесь появляются неполные функциональные зависимости. То есть оценка-то у нас зависит от первичного ключа правильно, но фамилия, имя, отчество зависит только от части ключа, только от номера студента. И группа, в которой он учится, тоже можно однозначно определить по его номеру. Поэтому исходное отношение, вот большую нашу таблицу, нужно будет разбить на две проекции. Первая проекция будет содержать такие атрибуты, как ФИО, ID номер студента и группа, в которой он учится. Вторая таблица будет, и второе отношение будет содержать ID номер, дисциплина и оценка. Здесь, вот то, что мы разбили на два отношения, эти два отношения не будут содержать неполных функциональных зависимостей, и они находятся во второй нормальной форме. То есть у нас была одна таблица, встали две таблицы. Эти две таблицы находятся во второй нормальной форме. Для чего нам необходимо приводить наши таблицы к нормальной форме, например, для второй нормальной формы? Может возникнуть такая ситуация, что студент, вот это наше первичное отношение, которое ненормализовано, студент перешел из одной группы в другую. При этом он сдал условно 30 дисциплин, например, получил по 30 дисциплинам оценки. Значит, мы в нашей таблице должны в 30 строчках изменить ему группу. А если мы где-то ошиблись, то может оказаться так, что в нашей исходной таблице один и тот же студент как бы учится в двух группах. Вот это одна аномалия. Другая аномалия может возникнуть. Если я хочу ввести студента нового, но он еще ничего не сдавал и у него нет оценок, то есть тоже будет проблема, я не смогу ввести данные об этом студенте. Если же я таблицу разобью на две таблицы, то вот для первой таблицы студент перевелся в другую группу, мы просто в этой таблице в одной строчке поменяли одну запись, и она никак не будет влиять на все остальные данные. Если же пришел новый студент, я его ввела в первую таблицу, а здесь введутся данные после того, как он сдаст эти таблицы, то есть эти экзамены. То есть данные о студенте, что студент существует, в принципе, уже будут. Здесь я эти данные не смогу ввести, так как нельзя оставлять какие-то ячейки пустыми. Для того, чтобы рассмотреть следующую нормальную форму, рассмотрим такую модель, такую ситуацию. Ситуация тоже, или отношение, которое связывает студентов с группами, факультетами, специальностями, на которых он учится. Этот пример будет демонстрировать нам третью нормальную форму. Отношение находится в третьей нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится во второй нормальной форме и не содержит транзитивных зависимостей. У нас есть студент, у него есть фамилия, есть номер. Этот студент учится в одной группе, то есть по номеру я могу однозначно определить группу, по номеру я могу однозначно определить факультет, на котором он учится, специальность, в которой обучается, и выпускающую кафедру. То есть существуют такие зависимости, как фио от номера, группа от номера, факультет от номера, специальность от номера, выпускающая кафедра от номера. Но группа также однозначно определяет факультет, группа определяет специальность, она также определяет выпускающую кафедру, а кафедра определяет факультет. Но в то же время, если предположить, что одну специальность будут выпускать несколько кафедр, то специальность не будет определять выпускающую кафедру. То есть мы получили транзитивную зависимость. Чтобы избавиться от транзитивной зависимости, нужно разбить исходное отношение, фио номер, группа, факультет, специальность, выпускающая кафедра, на три отношения. То есть одна таблица разбилась на три таблицы. В первом отношении мы сохраним ID номер студента, фио, специальность, группа. Во втором отношении мы соединим группу и выпускающие кафедры. И третье отношение – это будут выпускающие кафедры и факультет. Здесь также первичные ключи выделены. Отношение находится в нормальной форме бойса кода, если оно находится в третьей нормальной форме, и каждый детриминант отношения является возможным ключом отношения. На практике достижение третьей нормальной формы или нормальной формы бойса кода считается достаточным для реальных проектов в базах. В теории нормализации существуют нормальные формы высших порядков – это четвертая форма и пятая форма или форма проекции соединения. Эти формы не связаны с функциональными зависимостями между атрибутами, а отражают тонкий вопрос с семантики предметной области, связанной с другими видами зависимости. Один из таких видов – это многозначная зависимость. В отношении R, A, B, C существует многозначная зависимость B от A в том и только в том случае, если множество значений B, соответствующие паре значений A и C, зависит только от A и не зависит от C. В общем случае, в отношении R с атрибутами A, B, C существует многозначная зависимость B от A в том и только в том случае, когда существует многозначная зависимость C от A. Рассмотрим такой пример. Пусть дано отношение, которое моделирует предстоящую сдачу экзаменов на сессии. И пусть оно имеет вид ID номер студента, группа, в которой он учится, и дисциплина, по которой он будет сдавать экзамен. Здесь имеются такие многозначные зависимости, как дисциплина группы и ID номер студента группы. Что это означает? Это означает, что в каждой группе однозначно соответствует перечень дисциплин по учебному плану, а номер группы однозначно определяет список студентов, которые в этой группе учат. Если мы наши отношения оставим в таком виде, то мы не сможем, вот в первичном, мы не сможем в группу ввести информацию о дисциплинах, то есть план учебной специальности, до тех пор, пока в нее не введем информацию хотя бы об одном студенте, то есть пока не наберем группу. На самом деле на практике существуют специальности со списком дисциплин, но группа еще может быть не сформирована. И вторая проблема, когда может быть возникнут. Если мы добавим студента, нового студента, уже существующую группу, то мы должны будем также во все картежи добавить список дисциплин. Для того, чтобы избавиться от этой аномалии, рассмотрим теорему Фейджина. Отношения R, зависящие от трех атрибутов, можно спроецировать без потерь в отношения R1 и R2, в том и только в том случае, когда существует многозначная зависимость B и C от A, что равнозначно наличит двух зависимостей, многозначных зависимостей, B от A и C от A. Отношения находятся в четвертой нормальной форме, в том и только в том случае, если в случае существования многозначной зависимости B от A, все остальные атрибуты функционально зависят от A. То есть, если мы разобьем наши отношения на два отношения, а один номер группа и группа дисциплина, тогда наши отношения будут находиться в четвертой нормальной форме. Последняя нормальная форма, которая называется пятой нормальной формой, или форма зависимости проекции соединения, связана с анализом зависимостей, которая называется зависимость проекции соединения. Этот вид зависимости является обобщением многозначных зависимостей, он является избыточным, эта форма является избыточной, обычно затрудняет операцию модификации. На практике пятую форму не рассматривают, эта форма считается теоретической. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, мы рекомендуем литературу. На этом у нас сегодня все. Этап инфологического моделирования мы рассмотрим на следующем занятии.